Приветствую, меня зовут Наталья Садыкова. 18 июня на моего мужа Айдоса Садыкова было совершено покушение. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации. 2 июля он ушел. У меня забрали самого дорогого человека в жизни. Без отца остались трое детей. И убил моего мужа, президент Казахстана, Касанжума Тукаев. 2 июня в Киев прибыли двое киллеров. Мирам Каратаев, сотрудник спецподразделения А. Комитета национальной безопасности, и Алтай Жаканбаев, сотрудник внешней разведки. Больше двух недель они следили за нами в Киеве, и 18 июня Мирам Каратаев стрелял в Айдоса. Каратаев для этой цели выбран не случайно. Он отличный стрелок. И еще в 2017 году, когда работал в полиции, побеждал в соревнованиях по стрельбе. У Каратаева отличная физическая подготовка. Он занимается борьбой и грэпплингом. Личность этих подонков украинская полиция установила за два дня. К сожалению, они успели покинуть Украину, и сейчас объявлены международный розыск. Перед Тукаевым стала задача – прикрыть киллеров и спецслужб. Именно поэтому якобы сдавшегося Жаканбаева сейчас спрятали от всех и отказываются выдавать. А местонахождение Каратаева неизвестно. Нелюди, которые пытаются защитить Тукаева, используют аргумент. Мол, неужели вы думаете, что этот недопрезидент настолько тупой, что отправил в чужую страну двух казахских силовиков? Во-первых, да, тупой. Скажите, в чем тукаевский режим показал свой профессионализм? Ни в чем. Во-вторых, посмотрите на лица этих киллеров. Паспорта этих людей опубликовали молдавские СМИ. Вот вам, Иран Каратаев. Скорее всего, родился от смешанного брака и в европейской столице вполне сойдет за славянина. Алтай Жаканбаев – внешне обычный казах. Но он здесь, в Украине, по легенде, был не казахом. Алтай Жаканбаев светил направо и налево документом с совсем другим именем. Поймите, убийство моего мужа Айдоса Садыкова – это дерзкая, наглая специальная операция, которая готовилась в Казахстане на самом высоком уровне. Тот же Каратаев заезжал в Молдову 15 мая, оттуда 29 мая улетел во Франкфурт. То есть у этих подонков наверняка были визы в Шенгензон. И самое главное, у них были поддельные документы на чужие имена. Один из этих документов мне удалось получить от хозяйки квартиры, которую они снимали. Это была квартира в доме по улице Богдана Гаврилишина 3. Снимать явился сам Алтай Жаканбаев, хотя бронь была на совсем другое имя, через букинг на имя Азиз Ахметов. Послушайте, что рассказала мне хозяйка посуточной квартиры. Убийц в магазине, наверное, из-за конца, один был, который приходил у меня, снимал квартиру. Вы его опознали? Да, я его опознала по ладежке. В Киеве обычная практика. Когда человек снимает квартиру посуточно, он показывает владельцу свой документ. Это такая страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Жаканбаев показал вот такой документ. Это водительское удостоверение Румынии. Румыния – член Европейского Союза, на минуточку. И зовут Жаканбаева в этих документах Алекс Ким. Так называемый Хим родился так же, как и Жаканбаев в 1988 году. Только число и месяц рождения другие. Сам Жаканбаев очень жаль, что появился на этот свет 8 февраля. А тут дата – 3 декабря. Эта дата рождения выбрана не случайно. В этот день родилась наша старшая дочь Шарлиз. Водительское удостоверение якобы выдано 12 октября 2015 года сроком на 10 лет. Каратаев и Жаканбаев купили в Украине автомобиль для слежки. Думаю, что и в этом случае они предъявляли этот же документ. Из-за правил Ютьюба и Меты не показывают документ целиком, но обязательно опубликуя его на телеграм-канале БАСЕ, где вы сможете его обозреть. Итак, что мы имеем? Два казаха приезжают в Украину. Один из них вполне похож на славянина, а другой притворяется корейцам. Какие документы киллеры показали на границе при въезде и выезде, мы пока не знаем. Идет следствие, и вся информация засекречена. Но мы точно знаем, что у одного из сотрудников тукаевских спецслужб с собой был фальшивный документ на чужое имя. Каратаев и Жаканбаев должны были покинуть Украину ноунеймами. Никто не должен был установить их настоящие имена и фамилии. Они убивают Айдоса, покидают страну и растворяются в воздухе. Именно поэтому сейчас Ахурда сидит, засунув язык в одно место. Они не знают, что им делать дальше. Потому что спустя два дня после происшествия следы привели в Казахстан. Да еще и к тукаевским спецслужбам. Тукаев заказал это наглое, дерзкое убийство журналиста и политического беженца. И он должен за это ответить. Сейчас вся надежда на правоохранительные органы Украины. Что они смогут установить цепочку посредников и выйдут на заказчика этого политического убийства. На захватившего власть в Казахстане путинского халуя Тукаева. Сейчас послушайте разговор с хозяйкой квартиры, которую снимали Каратаев и Жаканбаев. Если у вас есть любая информация по этому покушению, присылайте в телеграм. Адрес вы видите на экранах. Казахи, Айдос погиб за вашу свободу, за свободу ваших детей и внуков, за демократию в Казахстане. Давайте вместе прольем свет на это заказное убийство. Помогите мне. Лариса, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти люди или один человек, кто к вам вообще заселился? Кто к вам заселился? Когда это было? Ну, это было 17-го числа. Через букинг? 12. Через букинг. Бронирование было там же на другого человека. То есть... Потому что я еще спросила. Я когда я фотографировала, говорит, бронежь на другого человека. Она говорит, ну, товарищ едет, он еще в дороге, вот так вот сказал. Угу, угу. И все, я говорю, если... Реш, типа, раз, с кем вы будете? Он сказал, ну, вот этот товарищ едет в дороге, говорит, мы будем вдвоем. Угу. Я попросила, чтобы не шумели, чтобы как бы соседи не беспокоили. Вот, и он говорит, не переживайте, все будет нормально. И все. А скажите, пожалуйста, это скольки комнатную квартиру вы им сдали? Двух. Двухкомнатная квартира. А адрес Перемоги, какой номер это дом? Богдана Гаврилишина, 3. Богдана Гаврилишина, 3. Я понимаю. Ну, дело в том, что мне кажется, что они там переночивали и все. Вы знаете, когда вот эти краны трогаешь 4 дня, бронь была на 4 дня. Угу. Краны, когда трогаешь 4 дня, и там вот эта кнопка унитаза. У нас хромированный материал. Там абсолютно было чуть-чуть и пальцевый. Ну, в смысле, видно, что там практически никого не было. А вы не спрашивали его, как его зовут? Я сфотографировала документы и все. Откуда он тоже не спрашивали, да? Не спрашивала. Я попросила документы, это самое, как бы, зафиксировать, кто у меня проживает. И, как бы, попросила, чтобы не шумели. Парень нормально одетый. То есть, как бы, никаких сомнений абсолютно. Единственное, что я вот глянула, что он пришел без вещей. То есть, не наш, как бы, да? И то, что он без шумки вообще был. Ну, ну, вы поняли. То есть, люди же, когда приезжают, они обычно какие-то без шумки там. Вот это заявление, если там снимают квартиру. Ну, бывают же случаи, что люди, ну, родственники приезжают, человек приходит, снимает квартиру. Ну, вот, и я так подумала, что вот это была такая ситуация, что, как бы, кто-то к нему приезжает, он пришел к снятию квартиру, как бы, где-то или рядом живет, или район рядом, не помню. Вот так вот. А, скажите, пожалуйста. А вот по манере общения, вот по виду ему внешнему, какое впечатление он на вас произвел, этот человек? Нормального парня. Абсолютно нормального человека. Ничего не могу сказать такого. То есть, вежливый был, спокойный? Конечно, спокойный. Ну, если бы, если бы было что-то не то, я бы, как бы, его не слила. Вот. Потому что квартира хорошего уровня и... Это же не перевалочная какая-то, там. Вот. Хорошая квартира. Человек пришел, нормально одетый, нормально разговаривал абсолютно. Когда вот выставили в Телеграме фотографии, вечером какое-то было число, выставили, ну вот где они идут вдвоем, тот, который был в белом реглане. Вот этот был у меня, не высокий, который, а тот, что пониже. Я смотрела эту фотографию, я, скажем, более внимательно начала его рассматривать. Соответствует этот документ ему. А ну фотография, получается, как-то так далеко сделана. Ну, я, конечно же, говорю, списала на возраст, да и все. Азиз какой-то был, другая бронь была найдена. Чи Азиз, ну, да, Чи Азиз, да. Потому что я за него спрашиваю, типа, бронь... Ну, тогда он, это там, он этот документ смотрел, он говорит, бронь на другой по ней, ну... А он, наверное, другой еще в дороге, типа, ну, что-то едет. Ну, вот вас, видимо, сбили с толку именно его румынские документы, получается. Ну, да, я же посмотрела, я еще занимаюсь, я еще, ну, Тане, ну, что я сказала, и переслала же этот документ. Она мне пишет, типа, это, типа, же румыния, а я ей пишу, что там написано, может, и все, что будет, может, тут написано. И она потом уже мне там пишет, типа, ну, да. И она вот уже вам переслала сразу. А то, что рожа его азиатская, такое у вас не вызвало, да, потом уже подозрений? Ну, Наталья, она же, боже, люди с ним... Раньше, в войну, так вообще, что-то со всего мира приезжали. Люди... И сейчас есть немножко... Мало иностранцев, но есть немножко и есть, они приезжают, и волонтеры, и журналисты, и так, ну, как бы, ну, по бизнесу, и по бизнесу же, наверное, тоже приезжают. Потому что теперь, как бы, вопрос, ну, что... Ну, человек будет такие другие вопросы задавать, незнакомый человек. А вы по бизнесу, а вы кто, а вы чего там, а вы это... Какого это, 20-го числа, получается, да, когда он должен был выселиться? 21-го. Что происходило 21-го? Во сколько вы пришли туда, или во сколько вы звонить ему начали? Я... Я начала звонить, наверное, около 10 утра на Телеграм. Вот. Потом в 10, ну, в 10-4, ну, короче, в 10-м ступень там я пришла в него в дверь. Вот. А потом я уже пришла в 12-м сентября, потому что я переживала, и включала, ну, как бы, ключ же у него, и все, никто не отвечает, и все отключено. Вот. И след же, я говорю вам, что у меня, когда я смотрела, они здесь, ну, как бы, окна не освещались, только в первый день я видела. След на пути. Угу. Вот. И в 12-м вот это с чем? Ну, в 12-м тоже, думаю, что-то там, ступенька мне, я же опять поднялась, позвонила, но я уже на нервах, опять спустилась, посмотрела ключи в почтовом ящике, и ключ лежал совсем в другом ящике, потому что я тогда первый раз когда смотрела, вот, в 10 утра, ключ там, ну, в номере квартиры, я его, ну, не было. А потом я уже думала, может, какие-то другие ящики. и, опять, я уже в другом доме репортирую, что ты еще. Я даже раз зашел в квартиру, и Таня мне звонит, говорит, типа, ты квартиру не где, а Саташа разговаривала, и самое, типа, ну, мало ли, что, я уже тут-то. Ну, типа, ну, дочке я тут расставала, что-то, типа, все нормально. Ну, в смысле, что в квартире все нормально. Угу. То есть, ты, понимаете, если бы они долго жили, там был какой-то мусор. Ну, может, они его вынесли, выбросили. А в другом мусорном пакете там остались эти пакетики чая. Ну, и, по-моему, и, по-моему, коротки от пиццы не было, честно говоря. Что-то я, значит, и коротки вспоминала, и мне кажется, что коротки не было. Потому что я, как я думала, что этот, ну, мусор, с пакетики чая, а потом, когда я уже там начала протирать, тиковую пакетику, лежала баку стописты, но они уже были чуть-чуть запах. Угу. То есть, если разогревали, то или вчера или там или раньше уже. Угу. Нет. Может, они там вообще по штучке купили эти пейси. Может, принесли с этого. Принесли с петерни рядом. И в холодильнике. Если были продукты, тоже не могу сказать. А, еще, знаете, что... У меня перед этим люди оставили полпакетика масла и там слюки, что-то такое. И я вот уже когда выходила в квартиру, я опять верну, говорю, извините, я забыла в холодильнике забрать там слюки и масло. Я открываю уже этот холодильник, а я говорю, типа, если хотите, я оставлю вам, типа, это масло, я говорю, все равно буду его типа выбрасывать. Вот. Он говорит, а слюки открыты? Я говорю, открыты. Ну, то есть, я же попробовала, говорят, открыты. Крутанула эту крышечку, говорят, открыты. Вот. И масло уже просто начало брать, он говорит, ну, масло можете оставить. Вот так как лежало это масло, так оно лежало.